Канал братья по маразму спрашивает, а есть проблемы? Нерешаемых проблем не бывает. Бывают неприятные решения. Мне кажется, что у 70% населения явные проблемы с математикой. Но, к счастью, я отношусь к остальным 40%. Часто любимая женщина комментирует, как не лениться, спрашивает. Стремиться к своим целям надо, как бабка, при виде общественного транспорта свободного места. Например, когда мне нужны сильные эмоции, я смотрю счета за коммунальные услуги. Пояришний из деревни спрашивает. А ты впал в детство? А детство кончается, когда ты начинаешь обходить лужи. Услиная талия пишет. Вы плохой. Из хорошего у меня только аппетит. Рекламные кролики на заказ пишет. Жена говорит, что у меня в двух больших недостатка. Я не умею слушать. И еще что-то. Канал Мордница. Открыла бадминтон снова и для себя стороны. Ракеткой очень удобно спину чесать. Вспомнил анекдот. Звонит мужик на радио и говорит. Слушал ваше радио и в это время гвоздем ковырял в ухе. Сейчас пропал звук. Журнал «Химия или жизнь». Какие фильмы смотришь? Говорят, раньше фильмы заставляли задуматься. Это не так. Сейчас я смотрю фильм и потом задумываюсь. Зачем я его смотрел? Желающий сорвать больший кукиш. Пишет. Зря теряешь время. Времени было в достатке, пока не придумали часы. Жить пропеваючи. Пишет. Интересно. Мне всегда было интересно, как назывался электрический скат До тех времен, когда изобрели электричество. Дед Базай пишет. Один раз видел, как котенок бежал с нулевой скоростью. Его в это время держали за хворост. Ну что ответить? Когда у жены на лице полтонны косметики, это ничего. А если у мужика немножко помады, это катастрофа. Процессор Лебединский спрашивает. Как дела на работе? На строящемся объекте? Электрики на косте лечили. Я пошел посмотреть. Насколько все плохо понял? Куда прочитал запись журнала охраны? Чайник не включать. Открываются ворота. Планировка усадьбы. Чайник пишет. Как проводишь выходные? А не люблю выходные. Только настроишься посидеть возле камина с чашечкой кофе, кресло-качалки. И тут пас вспоминаешь, что у тебя нет ни камина, ни кресло-качалки, ни кофе. Илья Мурмес, ядре Бузыря, такой канал. Как вы переносите жару? Никак. Пусть лежит себе, где лежала. Переселение в душ, пишет. Звер. Не будите во мне зверя, он и так не высыпается. Уранжировка и бокал, пишет. Как здоровье? Мой врач психотерапевт мне посоветовал для укрепления нервов собирать пазлы. Но сейчас я начал психовать еще больше, потому что эта фигня не собирается. Канал Вентиляционные Глюки, спрашивает. А уже никак со здоровьем. Уже не сильная ангина. Так жалко ее, бедняжку. По глазам бежу. Хочет поскандалить. А урать не может. Канал Эмаль для Когтей, пишет. Ты кто? Это когда у тебя нет детей, ты или жаворонок, или сова. А потом все, ты зомби. Канал Лампы Накалывания. Ты как будто не выспался. Пишу начальнику смс утром. Извините, проспал. Опоздаю на полчаса. Вот ответ приходит. Спасибо, что разбудил. Подписываемся.